То же самое, вон на латунь. Пластиковая заглушка, которая там от пыли, от водички немножко защищает. Здесь все то же самое, только отсутствует трещотка. Кстати, обратите внимание, точеный диралюминиевый корпус. Это не силумен. Как у шведов, все один к одному. Так, друзья мои, мы на стенде Акума. И по просьбе своих подписчиков я продолжаю снимать видео о троллинговых, более-менее бюджетных катушках. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот мы подходим к стенду Амлюр и компанией Будет Улов. Сейчас с ними пообщаемся. Что нам интересного расскажут? Гульнара, добрый день. Что у вас интересного появилось? Цвета, о дизайне расскажите. Я постараюсь потом еще, конечно, сделать видеообзор. Тоже, надеюсь, у нас получится все это дело сделать. А так сейчас вот именно, как говорится, с первого хуста. Расскажите о новом дизайне, вообще о новинках. Что у нас там есть? У нас появилось очень много новых расцветок, если мы говорим про Бандит, да, в данном случае. Вот, поскольку мы являемся эксклюзивными дистрибьюторами фирмы Бандит, постоянно разрабатываем их и получаем новые расцветки. Вот они у нас сейчас пока вот в таком вот виде. Вот какие-то из них первая партия была очень быстро раскуплена. Но в апреле мы ожидаем новую поставку и сможем удовлетворить широкий круг наших любимых рыболовов. Вот, сейчас у них немножечко поменялся дизайн. Это видно и на фирменном баннере Бандита. Стал более нежный. Это отражено, собственно говоря, и на упаковке. То есть у нас полностью изменилась упаковка, да? Дизайн упаковочки полностью изменился. И добавилась надпись на хвостовую часть Бандитового образа, да? То есть приманка Бандитового образа. Традиционные цвета все еще выходят в старые упаковки. Главное, чтобы люди не путались и не боялись, да? То есть на самом деле на сегодняшний момент оригинал продается в двух вариантах. Как и в старые упаковки еще можно найти на рынке, так и в принципе, как и в новую. Правильно я вас понимаю? Да, да, да. Вот и вот обратная часть. Она выглядит вот так, если это интересно. Это у нового. А это с левой стороны у нас, как у старого. Да. И лицевая сторона. Так, с этим, я думаю, людям разъяснили. Что еще интересного? Это будет уходить где-то, если против течения 4-5 метров, можно ловить с 3 метров до 5 метров. Все зависит от плетенки. А если по течению, вы его загоните до 7 метров. Заброс, он будет, конечно, поменьше. Это если мы говорим про троллик? Да, конечно. Это тоже 4-метровый, против течения. А что мне делать? Ее рабочий диапазон глубины против течения от 3 до 5 метров. Ну, до 4,5, скажем так. По течению этот воблер можно загнать до 7 метров. Может быть, даже больше. Все зависит от умения, как по течению загнать воблер. И от толщины плетеной лески, плетеного штура. Эти приманки очень хороши, как по судаку, щуки. Да, и в принципе, цепляют и воблер. Ну, а сом, если залетит, этот товарищ у нас не предсказуемый. Может, в принципе, на любой воблер попасться. Воблер замечательный. И я вам его тоже рекомендую. Я себе такие уже приобрел. Также хотелось заострить внимание, что у производителя «Бандит» появилась... Ну, уже, в принципе, в том году была вот такая новинка. Серия 300. Вот такой крэнк. Опять же, против течения, где-то рабочая глубина у него будет там 3,5-4,5 метра. До 5, наверное. А по течению мы его также можем загнать, наверное, метр до 7-8. Цвета, конечно, у этих приманок просто умиляют. Насыщенные, красивые, яркие цветы. На что хочется еще заострить внимание, что в этой модели в лопату встроен шарик, что стабилизирует игру и отгружает воблер в положение более, скажем, вертикальное. Что позволяет приманку проводить, скажем, в более закоряженных местах. Также на этом стенде представлены рефранеры. Мои любимые тощие ручки, как я их уже окрестил. Воблер тощий. Именно вот этот цвет уже протестирован в том году на Ахтубе. Изумительно ловил. Превосходный воблер-суспендер. Этим воблером замечательно можно и трейлинговать, и также замечательно можно продергивать твич. Ловит прекрасно рыб. Причем собирает от окуня и до трофейного судака. Ловили все на ней. Возьмите в визитчику, я вам отправлю посылку. Ну, а этот воблер уже тоже всем известен. Легендарный рефранер серии 800. Это абсолютно с удачей. Это же Ярва Рамблова, где идет. Это новая модель, но просто мы ее стали покупать для меня. У меня совершенно сумасшедший расцвет, потому что там еще висит ВИИСИК, чтобы было на прошлой выставке или нет. Особенность, у нее мне есть только у меня им Companies eaten на этой естественностьке. ЗАПНИТИТЕЛЬНЫЙFRM Е semuutic Andrew Highrar In craint У мировой jumis Потому что... Играет музыка. 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 Вот эта катушка имеет бесшумный вообще ход и очень мягкий, очень приятно ей работать. На самом деле вот эта катушка мне очень понравилась. Счетчик, конечно, футер, но, повторюсь, делим на три, округляем и все. Вот эту катушку я тоже для троллина попробовал. Вот она крутится. Даже сейчас пораспродали. Вот такая вот эта? Да, 8,912. Вот эта катушечка стоит порядка 9 тысяч рублей. Это распродажа сейчас идет. Распродажа где проходит, в каком магазине? Магазин Fishing News. Fishing News, да? Официальный представитель Акума, да? Fishing News магазин. А вот эти катушечки, 20-е, допустим? 400-4300. 400-4300. И, как вы мне сказали, они снимаются с производства, да? Да, Акума Магда Про. Вся линейка, да? Ну, именно, да. Магда Про, вот серия, она свое отслужила, скажем так. И теперь ее уже не производят в таком же линейке. Не производят. И сейчас можно, в принципе, кому нравилась катушка, быстрее, быстрее бежать, бежать. И если надо, покупать. А иначе они со временем просто исчезнут. Думаю, к следующему сезону они отойдут уже до второй планы. Это будет реалитет. Так, а на замену им что вышло вообще? Так, а вот катушка, которая вышла на замену, да? Ну, не на замену, она просто продолжит эту категорию, скажем так, катушку. Классик Экспеди ПРО. Примерно все то же самое. Поэтому две аналогичные катушки в ассортименте не уживаются, как правило. Но они уже более нутроуни, скажем, более уже как-то другое что-то. Ну, нет, это примерно будет тот же уровень, просто малость другое. Аккумы делают только футы, да? Где тут? Щепчик. Катушка Магда ПРО существует на рыболовном рынке много лет и успела себе зарекомендовать, как одна из самых доступных и надежных катушек для троллинга. И широкий модельный ряд двух размеров и левого, и правого исполнения позволяет ее подобрать под самые различные условия и предпочтения рыболову. Наверное, поэтому она такую любовь народную и заслужила. Но, тем не менее, как уже сказал мой коллега, эти катушки до сих пор еще есть в наличии, их можно приобрести. И спустя какое-то время они, конечно, начнут исчезать с прилавков магазинов. Но история известная, популярная. Я бы хотел приоткрыть еще один такой нюанс. Существуют не только катушки для троллинга, оснащенные щетчиком, которые вставил в стакан и забыл, грубо говоря, но и такой стиль рыбалки, при котором удилище у рыболовов всегда в руке во время троллинга. Это я. Вот, например, вы, да. В таком случае катушка должна обладать еще и дополнительным свойством. Это анатомическую форму. То есть вы берете удилище катушки, она составляет у вас одно целое. Рука отдыхает, вы не устаете, вам удобно делать подсечку и моментально реагировать на поклевку. Такой вид ловли более спортивный и более близкий к ловле в заброс, так как рыболов составляет единое целое со снастью и испытывает поклевку на себе. От его эффективности подсечки также немалая зависит. Вы про меня цитируете? Возможно. Поэтому я думаю, что не только про вас, но и другие рыболовы такой техникой пользуются и оценят по достоинству. Конечно, такая катушка уже более высокого уровня. Ее отличает увеличенный диаметр шестеренки внутреннего механизма, усиленный, высококачественные подшипники HPB. Здесь их также четыре, но, как мы знаем, конструкция мультипликатора довольно простая сама по себе и они стоят в нужных местах. Поэтому рекомендую настоящим фанатам такого спортивного троллинга такие вот компактные, мощные, высококачественные катушки. Эта модель называется Cold Water фирма Акума. Рассчитана на ловлю как в соленой, так и в пресной воде. Спасибо тебе большое. Очень мне понравилась эта катушка. Реально, вот как только вы достали ее, я сразу Магда Прот отложил в сторонку. Поражает вообще легкий ход. И действительно, правильные слова, она прямо вот лежит в руках, она живет, она сживается вместе с рукой. И про подсечки человек правильно сказал. Прям вообще. Все отлично. Но она стоит... Эта катушечка уже стоит порядка 9 тысяч рублей. 9 тысяч по распродаже. А так вообще... Более 10. Более 10. Ладно, друзья мои. Кто позволяет себе, и рассчитывает на какие-то такие финансы, может приобрести себе вот такую замечательную катушку. Все, мы покидаем этот замечательный стенд, и двигаемся дальше. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Вот это для чего? Для приманок, для чего угодно. Для приманок, для чего угодно. Много. А, черт. И сколько эта штук стоит она у вас? Ну, ребят, сколько она стоит? Это 3 500. Здесь на 8 лет. А так вообще сколько такая стоит? В цене там будет. 4 300. Что за стенд у вас? Балтертегал. А номер стенда? 4D, по-моему. Не помню. 4, да? Такие братские курсурочки. 3 500. А вот такая сколько стоит? 3 700. Это же бенбет с пластиковой вставки. Ведро для настоящего рыбака. Это 376. Здесь верхний вкладыш. А где ее можно в родину с такой найти? Ну, как минимум, в интернет-магазине. А в интернет-магазине в каком? Устанавливается такая вот груз на саму рыбку. И на этот груз уже перекручивается поводок и сами фрички. Вот такие рыбки 700 рублей, да? Блин, это бомба вообще. Спасибо. Это тот же стенд, что и ОКУМА. На стенде... Как стендик на вас называется? ЭВА ШУСМА. Как еще раз? ЭВА ШУСМА. О, на ЭВА ШУСМА. Мне здесь очень понравились сапоги. Я смотрю, это с усиленной подошвой уже, да? Сделана не из ЕВА, да? ЭВА ВЕРХ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПОДОШВА. Из ЭВА. Сделана не из ЭВА. ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПОДОШВА. Она вообще уже не протыкается ничего, допустим? Она, да, устойчивая к механичным повреждениям, проколам, порезам. Супер вообще. А как от боковых порезов, допустим, застыковаться? Может быть, какие-то, наверное... А почему не продают такие вот, ну, скажем... Они будут очень тяжелыми. Нет, нет, нет. Наоборот, балоневые такие, знаете, как гетры такие одеваются сюда. Мне кажется, было бы спасение. Ну, как чехол. Возможно. Но у нас такого, к сожалению, нет. Но вот я такого ни у кого не вижу. Да, и в принципе, да, наверное, ни у кого на выставке таких тоже не видят. И сколько такие сапоги стоят? В розницу я не могу сказать. Потому что здесь топтовый, топковый. Ну, а в среднем хотя бы, может быть? Ну, оптовый, цена у них 1960. А, оптовый 1960. Ну, наверное, еще прибавляет в процент 50. Ну, плюс, да, плюс 30. 30, да? 30-50 процентов. Ну, ясно. Так, что-то еще хотел спросить. А, сколько они мороз держат? До минус 60. До минус 60? Да, но при активном движении. То есть, если вы сидите просто и не двигаетесь там в течение нескольких часов, понятное дело, что нога замерзнет. А если там хоть какое-то минимальное движение совершаете, то, в принципе, тепло будет. Минус 60, да? Все, спасибо вам большое. Пожалуйста. Двигаем дальше. Сейчас будем искать волжский джик Дмитрия Зюзина найти надо. Вот его стенд. Дмитрий, здравствуйте. Место. Я вчера без камеры был, сегодня пришел с камерой. Сюда без камеры. Да. Можно достать ходовые позиции в пятый, шестой, четвертый номер. И какую-нибудь еще самую маленькую... На большом крючке. На большом крючке, да. Для супер-супер больших размеров. Резинки интересные на заднем плане. Ну, я достал любые, скажем так. Все подряд достал. Крючок 6,0. Минимальный вес у них 10 грамм. То есть для оснащения крупной резины. Крупной резины. И для ловли на небольших глубинах. Щука или судак перекатная, или корешка какие-нибудь там. Щука, судак. Ну, людям, чтобы он зарает, для чего это не надо. То есть мы, если возьмем крупную приманку. А что здесь делает гражданин Петерцов? Гражданин Петерцов занимается разработкой. Разработкой? Разработкой. Я думаю, это полностью контролируете вы. Нет, мы совместно с ним создаем эти вещи. Вот такая вот новинка есть. Называется проводник. Кстати, разрабатывал ее Андрей Петерцов. То есть вот такая вот штуковина. Для того, чтобы пролизали все наши приманки по корягам, по траве. Отлично. Кстати, будет наверняка хитом этого сезона. Потому что на самом деле очень сильно помогает. Надо взять на вооружение. В размере до 42 грамм будет от 8. А минимально? 8 грамм будет минимальный. 8,42, да? Да, 8,42. То есть вот так вот она выглядит. Так, а проджигаловочку с минимальным весом мы используем для того, чтобы на самом деле, да, крючок выходит. На небольших глубинах практически не окружаемая силиконовая приманка. Ну, они до 60 грамм выпускаются. То есть для самых больших глубин, для сильного течения. И 3 размера, да, идёт. 4 размера сейчас существует. То есть это 3,0. Это 4,0. Сейчас, секунду. 3,0. Вот такой коротенький. И 3,0 максимальный размер какой? 20 грамм. Опа. А больше почему не делаете? Ну, потому что уже форма джигаловки будет совершенно другая. Не ту, которую мы задумали. То есть свинец будет съедать размер крючка. Просто-напросто. А если мы увеличиваем шар, крючок, соответственно, уменьшается. И туда уже приманки насаживать надо совсем маленькие. И, соответственно, результативность подсечки будет хуже. То есть мы стараемся, чтобы на наших джигаловках 99%, если произошла подсечка, чтобы рыба была в лодке или там на берегу. Мы смесли. Так. И 4 номер, да, у нас получается? 4,0, да. Это у нас максимально и минимально какие? От 10 до 36 грамм включительно делается на крючке 4,0. Здесь, допустим, следующий размер крючка это 5,0. То есть который будет, ну, скажем, заменять в больших размерах четвёрку. И он идёт уже до каких весов? До 60 грамм. Вот. Мои любимые весы. 42, 45, 55. Есть какие-то наработки за последние года? Что можете рассказать? Какие-нибудь секреты? Что там? Ну, сейчас смотрите, что значит у нас произошло в этом году. Какие изменения мы сделали. Сделали новые формы, во-первых. Вот здесь есть логотип, а с другой стороны вес приманки. То есть на предыдущих формах это было выпуклое. Свинец был выпуклый. И после использования небольшого там в катере, в коробке оно всё трясётся, все веса они затирались. Сейчас сделали внутреннюю форму. Внутри, чтобы при контакте с другими джигами, то есть она не терялся вес. Потому что это очень важно. Бывало, приходилось там рассматривать, там примерно прикидывать. То есть сейчас это мы убрали. То есть это недостаток. Значит сделали упаковку вот такую по три штуки. И вариант какой ещё. Они сделаны в двух, в нижнее и верхнее расположение. Ну это очень важно, скажем так, для магазинов. То есть покупателю без разницы. Такую или так вот. Ну немного, короче, дизайн изменяли, да? Вот что получилось. У нас очень мало занимает места на крючке. Это, кстати, наверное, для дилеров хорошо. Да, это как раз, я же говорю, это именно для магазинов, для дилеров, ну для розничников. То есть это очень важно, потому что место очень дорого стоит. Получается, что джигалов можно навешать в полтора раза больше, чем в старых упаковках, которые были. Соответственно, как бы сделали по три штуки. Ну и цена, соответственно, как бы меньше за пачку получается. Ясно. А крашенные не думали делать? Ну есть в планах. Есть в планах. И мы в этом году еще наверняка будем выпускать крючок. Вот такой на этом крючке 6.0. Сделаем форму 65-70-80 грамм. Ну это такие астраханские веса. Но на них спрос есть. Небольшой, но есть. То есть надо удовлетворять. И еще один момент. То есть планируем выпустить в этом году на крючке 8 и 10.0. Ну это такие ограниченные будут, скажем, партии. По спецзаказу. Блин, вот я бы такие... Либо в интернете у нас можно будет на сайте заказать. Ну, либо у кого-то из оптовиков, кто захочет. А на тест сдадите? Конечно. Отлично. Добавлю на слое. Так, а вот все, что здесь было, забираете на тест. Я имею в виду про длинный крючок. А, про длинный крючок? Не вопрос. Как сделаем так обязательно? Все, я ищу, потому что нигде особо никто и не продает такие. Все, отлично. Спасибо вам большое. Мы идем все дальше. Все благ. Подходим к стенду Герман. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА